Со дня освобождения станицы Славянской прошло уже 68 лет. Теперь Славянск – это Славянск-на-Кубани, небольшой провинциальный город. В знак безграничной признательности за подаренную бойцами Красной Армии, тружениками тыла и всем народом свободу, каждый год город вспоминает своих героев. Уже в 9 часов утра у памятника воинам-освободителям в том месте, где состоялось успешное форсирование реки Протоки, и последующее освобождение станицы на воду спустили венки. 23 марта для славянцев – это свое маленькое 9 мая. Конечно, для истории дата освобождения станицы может и не настолько значительно, но для людей, которые жили и живут на славянской земле, дата эта по-настоящему великая. В 10 часов утра у сквера памяти ветераны, представители района и городской администрации, депутатского корпуса, партии и общественных организаций, жители города, учащиеся, в очередной раз это доказали. Глава Славянского района Анатолий Разумеев поздравил всех собравшихся, пожелал ветеранам крепкого здоровья. Дорогие земляки, уважаемые ветераны, от всей души желаю всем уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья и счастья на долгие годы, и пусть на славянской земле всегда будет мир и благополучие. После окончания митинга собравшиеся возложили цветы на могиле героев, и прозвучали оружейные залпы. С каждым годом ветеранов, которые освобождали славянскую землю, к сожалению, становится все меньше. Но сколько бы времени ни проходило, память об их подвиге действительно бессмертна. Николай Федорович Тихненко – один из тех, кто принимал участие в освобождении нашей земли. В холодную мартовскую погоду, да еще и ночью, рассказывает Николай Федорович, переправляться через протоку было совсем непросто. Но, добавляя только так, и можно было выбить врага из укрепленных позиций. Немцы имели укрепление в домах. Дома закрывали кирпичом, обставляли амбразор, и таким образом были огневые позиции и стреляли. Но так как это было для них неожиданно, ночью они не смогли организоваться, и пришлось им бежать. К рассвету почти уже наши были в центре, а к концу дня станица была полностью очищена от немцев. И мы взяли курс на станицу Анастасиевскую. После войны я окончил нефтяной институт, и меня прислали работать в Славинске, и в частности в Ханьково, это рядом с Анастасиевской. Я все эти места вспомнил, и мне было приятно работать там. После митинга и возложения цветов для всех ветеранов и дружеников тыла в здании городского дома культуры выступил кубанский казачий хор. Игорь Алферов, Дмитрий Пухать, Евгений Карюк, программа «События». Продолжение следует...